Продолжение следует... 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 этот пол поэтому здесь очень заморочено вымерено и так далее но я вот обратил внимание что для того чтобы я так понимаю больше воздуха под машину загнать тот этот вот эта часть машины вот этот нос он чуть-чуть вздернут вверх как бы чтобы больше туда засасывала что ли воздух я честно скажу я не буду выпендриваться вот и говорит что я великий там аэродинамист но я не буду утверждать что то что ты говоришь она именно так но явно это не просто так сделано здесь вообще ничего просто так не сделано и самое интересное что вот опять же я люблю это повторять то что здесь принципе можно менять все вот здесь можно следующую гонку привести совсем другую конфигурацию носа днище и так далее все это будет нормально потому что класс который мы принимаем участие это формула-1 просто в гонках выносливость тех же самая технология вот и значит также вот принципе то что здесь можно выделить ну конечно помимо российского флага это вот эти вот интересные отверстия это соответственно охлаждение тормозов значит скотч но во первых я думаю что все автолюбители знаю что скотч это всему голова вот и кстати говоря в гонках то же самое и это не из того что у нас российская команда она сами скотч использует абсолютно все в разных частях и для разных целей здесь скотч используется для того чтобы закрыть соответственно воздуха за воздухозаборники для охлаждения тормозов потому что в зависимости от температуры то тормоза как были перегревается либо не догреваются и например сейчас они таком более закрытом состоянии то есть это то что например используется с утра с утра холодно соответственно тормоза будет не догреваться если открыть все вот поэтому нужно чуть закрыть чтобы они были оптимальной температуре на гонку соответственно будет почти все открыто ну да я обращу внимание наших зрителей просто есть важный нюанс плохо как перегретые тормоза так и не догретые ни в том ни в другом случае они не работают только в определенном диапазоне температур собственно как и шины кстати сочи интересно я немножко поправлю с карбоновым тормозами гоночными карбоновыми тормозами немножко другая история значит они не работают только в одном случай если они не догреваются если они перегреваются они начать работать в охренительно вообще но все что происходит вокруг них она начинает просто плавится потому что карбоновые тормоза в принципе до момента разрушения могут температуру доходить до 1350 1300 градусов и периодически на петле не мы кстати видим пламя из колес это как раз таки горящие тормоза и все что вокруг них до абсолютно верно но на самом деле на питание это абсолютно нормально и во время гонки когда мы заезжаем а пока меняется колеса там какое-то пламя варевая вырывается того что тормоза должны быть в оптимальной температуре и оптимальной температуре находится никогда стоят и стыдно петлей не а пока ты едешь соответственно осуществляется охлаждение вот но проблема как раз перегрева да и тормозов карбона включается ну и в том что все вокруг плавится начинает но и также в том что они начинают очень быстро изнашиваться и еще греть шины очень сильно да да а теперь у нас есть уникальная возможность заглянуть внутрь обтекателя потому что вот здесь рядышком есть в удобном таком положении этот обтекатель но и предлагаю туда перейти пойдемте ну вот он носовой обтекатель машины в развернутом скажем так положение здесь тоже масса всего интересного миша ну давай начнем пожалуй с вот этой наклеечки qualif номер 11 то есть я правильно понимаю что это квалификационный нос абсолютно верно да это уже проверенный квалификационный нос что ты правильно говоришь то дело в том что у нас есть несколько так запасных вариантов потому что например если в гонке что-то происходит то есть это наш основной это квалификационный все проверено и так далее какого что что имею ввиду когда я говорю проверено да я говорю то есть деталь может быть одна и та же то есть мы можем поставить точно такой же нос все будет то же самое настройки будет динамически те же самые но в результате немножечко что-то будет другое телеметрии покажет что все-таки немножечко по-другому он работает то что как мы знаем ни одной в мире детали одинаковы не существует вот а когда все работает таких пределах это все общем-то немножечко ощущается поэтому в общем-то на всем пишется то есть какой нос основной какой нос запасной понятненько но очень важная деталь для машин на для машин в гонках на выносливость это конечно же головной свет и здесь мы можем с удовольствием наблюдать те самые знаменитые фары бр из чего они состоят и так понимаю здесь диодная система да абсолютно верно честно говоря я не буду даваться подробностях и характеристик потому что это не совсем мой профиль но то что я могу сказать это фары в общем высочайшего уровня стоит они очень и очень дорого хотя в принципе вот так посмотришь непонятно да что тут столько может стоить но это конечно колоссально важно для гонок ночью гонка на выносливость потому что когда ты едешь со скоростью там больше 300 км в час и просто полная теме ничего не освещено то достаточно тяжело работать когда нету когда нету нормального света вот значит я предлагаю чуть дальше сместиться значит а здесь мы как раз видим вот те самые середина тех самых воздуховодов которые охлаждают тормоза вот эти вот две трубы они идут в начало одна тормоза в друга идет конец соответственно как бы на суппорт тормозной ну соответственно здесь у нас все открыто вот это соответственно так называемая нос crash box как это называют соответственно англоговорящие товарищи значит это все естественно проходит все амалогации краш-тесты и так далее то есть это должно там как-то складываться определенным образом все как в обычных машинах здесь у нас соответственно разъем для фар который будет питать фары и который кстати говоря будет питать вот эти вот интересные кнопочки тут штучки да это датчики температуры колес если они измеряют температуру поверхности колеса шины и кстати говоря в прямом эфире эту информацию дают в команду и также у нас есть страница в машине как раз руля на руле который ты видишь вот эту вот информацию то есть ты можешь как бы контролировать путем своего усилия вождения температуру тех или иных колес причем что интересно и количество этих датчиков говорит нам о том что вся вся ширина колеса измеряется то есть не какой-то локальной для того чтобы был бы были более точными показания что еще интересного это как раз возвращаясь к аэродинамике это вот такая очень замысловатой формы планочка такой спойлерок он в общем-то я так понимаю обеспечивает вас прижимом в том числе это как раз то о чем мы говорили ранее вот у нас поднос заходит воздух вот и здесь соответственно ощущается так скажем работа первые ну как бы вход в ту зону где начинает работать именно прижимная сила вот в этом а в этой области причем что самое что интересно вот это вот маленькая казалось бы мало значительная крылышко но дает очень много на самом деле и она регулируема мы здесь видим маленькие винтики то есть его еще можно регулировать это достаточно забавно но это факт вот после этого вот этот весь воздух здесь уже соответственно начинается машина и он распределяется как раз таки вот в разные стороны сбоку от машины и там если присмотреться тоже мы увидим примерно вот разные аэродинамические элементы которые этот воздух также этим воздухом также машину придавливает но и здесь кстати говоря это все не так хорошо работает из-за того что машина очень высоко то есть чем ниже машина при этом тем эффективнее днище генерирует прижим насколько я понимаю значит здесь история немножечко другая потому что вот эта вещь она не работает с нищим она работает сама по себе и принципе аналог спойлеров формульных машинах абсолютно верно абсолютно верно а вот то что ты говоришь что абсолютно прав но это важно вот для нижней части которая соответственно остается между между дорогой и машиной вот вот это вот это идет фактически внутри машины хорошо и давай наверное заключительный вопрос который мучает мне кажется большое количество людей которые смотрят гонки на выносливость раньше прототипы были с полностью закрытыми колесами а потом появились вот такие отверстия для чего это сделано ну есть же явно в этом какой-то смысл ты вот знаешь почему так произошло со временем вес или но дело в том что нет с весом это не связано никак это просто есть регламент определенная это вот и все то есть это вот соответствии с регламентом это просто сделано соответствии с регламентом и все вот друзья оказывается мы так долго мучились этим вопросом и выясняется что просто того требует технические технический регламент миш большое спасибо было интересно скоро у вас я так понимаю тренировка смены пилотов поэтому отпускаю тебя переодеваться спасибо и так скоро совсем скоро начнется практика смены пилотов поэтому ребята уже переоделись и мой следующий собеседник виталий петров и так подходи еще раз привет виделись уже сегодня но тем не менее у тебя в руках та часть которой сейчас не хватает в машине это естественно руль давай начнем от задней части что здесь есть и за что это отвечает вот-вот-вот с этого вот-вот-вот с этого что тут у нас принципе немногим он отличается от формула 1 от наверно gp2 и gp3 просто чуть большей функции если сравнить с младшими формулами то принципе в младших также как формуле 1 все одинаково то что находится на заднем плане это сцепление она находится и слева и справа то есть зависимости пидстопа бывает и слева и справа и выезжайте на будет налево или направо то ты можешь пользоваться и правым лепестком либо левом что-то удобнее а по разному зависимости от выворота выворот руля будет именно на выезде из питлейна здесь подрулевые переда вверх вниз в принципе 1 ну так вот а соответственно снимать и одевать руль если что все остальное в принципе более менее понятно это лимитатор скорости 60 километров в час когда ты заезжаешь на пидстоп в грубо говоря нажаловой все машина будет ехать ровно 60 это такая cost button то есть мы это по-русски экономия топлива то есть перед поворотом за 100 метров где-то мы начинаем нажимать эту кнопку сбрасывается газ и машина просто катится и вот этот и в каждом повороте по 100 метров мы экономим очень много топлива и соответственно можем проехать больше кругов и больше дистанции на своем отрезке с и соответственно таким образом мы пытаемся опередить ребилин у которого пидстоп гораздо больше full курс еллу это внезет на это бы куда я всего и full курс еллу да почему нет если авария произошла и нам сказали что следующий участок дороги вы поедете под желтыми флагами под full курс еллу это лимитатор 80 кадров в час то есть также абсолютно тебе инженер говорит отчет все 20 секунд до full курс еллу и вся как ты это любишь называть мы обычно говорим full курс еллу и он начинает потом начинает потом считать 5 4 3 и когда 3 мы начинаем замедляться и 21 и она же ну грубо говоря нажимая раньше но при нажатии это лимитатора 80 км в час ты едешь в принципе спокойно это дворники с поливкой водой обычно мы водой не пользуемся обычно механики протирает этого хватает на пидстопах но в дождь соответственно у нас есть много разных функций которые мы можем сделать либо медленно либо в принципе как на вершине ничего умного заглушить двигатель на пидстопе внимание что есть бортик вокруг это бортик специально специально чтобы она по случайности не нажал такой тоже случается хотя этот бортик поверьте ты просто когда едешь чтобы не смотреть вниз то его пальцем нащупываешь и просто уже автоматически туда как бы нажимаешь давайте перейдем на левую сторону остальное здесь пока там радио в принципе все понятно дальним цветом моргать хотел выразиться но не буду в медленная машина и кстати вот подряд вот порядку по нажатию этой кнопки максимум по правилам разрешено чтобы четыре раза фары моргнули ну да сколько там это не имеет значения грубо говоря я вижу впереди идущий даже если она далеко я уже моргаю предупреждаю что я подъезжаю если я подъезжаю быстро то еще раз практически сразу или в середине уже пряменько ну и соответственно перед тормозом и перед тем как я буду его обгонять я всегда тоже эту кнопку использую потому что она всегда вода полезная до кнопка очень при этом это может грубо говоря приду должен предупредить идущую впереди машину чтобы ты можешь чтобы он был готов что ты будешь его обгонять много было случае аварий когда люди наверно не пользовались или не видели и тогда случались но приятно вот эта кнопочка очень интересует на мартини похоже а так это в принципе вода чай зеленый в гонке обычно мы это и делаем в нашим вода нагревается а пить простую воду как-то противные она не вне я думал это можно чай чай черный и лимончика поэтому она нагревается получается как чай и зато хотя бы перебивает неохота пить потом п плюс хотелось бы так ты просто у нас зажал бы и держал бы а это активировать как раз это активировать те функции на руле которые мы меняем это мотор это multifunction который отвечает за многие сенсоры на машины а лс это подача больше топлива при торможении в повороте то есть если у меня блокируется задние колеса я даю больше мощности больше оборотов мотора и получается машина немножко продавливает больше в повороте но при этом я экономлю заднюю резину тяжело это кому объяснить и вот это тоже отвечает они вместе комбинируется чтобы например если я переключил какие-то функции на руле на моторе или еще что-то это называется пип лас я должен это активировать ты зажал две секунды держишь у тебя появляется строка что даты и что-то поменяла она активировалась ну и соответственно это трекшн контроль который ты можешь регулировать час на новых mercedes ах тоже это появилась функция на gt на gts который наш тер который дальше осужена c-класс это тоже будет что ты можешь контролировать износ резины и это очень важно функция особенно в дождь или когда уже под конец твоего стинта ты всегда я как бы становится делаешь может так сказать на максимуму плюс-минус просто это тебя обезопасить обезопасит вот пробуксовок от аварии от вылетов от какого-то неожиданного срыва колес просто тебе немножко раньше она включится чем может что-то произойти ну и зеленая кнопочка это старт мотора в общем принципе все просто она работает автоматически когда машина еще поднята поднята на домкратах да поменяли колес ты просто ее зажал и грубо говоря у тебя появляется авто старт и как только машина касается земли мотор уже автоматически заводится то есть это как раз да но это ты во-первых экономишь время во вторых у тебя есть время и посмотрите вперед и влево и в зеркало чтобы но не столкнуться ни с кем-то еще поэтому такая игрушка которая стоит очень дорого но есть на этом экране так понимаю экрана передачи это все уже так знают многие это передачи если например у нас это дублируется все в ушах то есть идет тон каждый раз когда нам нужно переключить передачу наверх идет звук если не дай бог звук там пропадет то конечно нас дублируется это все цветами зеленый желтый и красный мы переключаем также у нас есть три огонечка которые показывают блокируются или колеса в торможении на всякий случай и также когда работает рэкшн контроль чтобы ты просто понимал что он работает ну что исчерпывающим много всякой другой информации когда если перегреется что-то или не догреется или у тебя будет прокол моментальные ошибки сразу тебе показывают и информацию обновенно передаешь по радио и тебе уже говорят у меня такой про то прокол случился в лимане было панкче написано это прокол 300 грубо говоря это пока показывает давление и потом начал уменьшаться и в радио мне сказали что мне нужно все-таки снизиться до 80 чтобы прокол этот не так быстро начал сдуваться чтобы я доехал спокойно до финиша если просто я остался при той скорости то колесо бы разбортировалась и отбила бы всю подвеску точнее не подвеску обшивку и тогда бы пришлось менять не только колесо но еще и всю пластмассу которая подвредила в общем приходится вам за рулем не просто управлять машины но еще и огромное огромное количество всевозможной информации обрабатывать надеюсь вы сможете получить анборд камеры видно уже получили уже показали и да есть там как раз моменты где просто на двух и прямых переключить одной рукой рулю вот а второй так активирую даю информацию по радио еще и нажимая несколько кнопок поэтому это очень забавно выглядит а нет какого-то сочетания клавиш специального чтобы тетрис например загрузился или что-нибудь и так хватает но все понятно хорошо начинается начинается тренировки у ребят мы немного посмотрим виталика отпускаем ну а пока наши пилоты заняты расскажем вам немного о цифрах которые относятся к категории в которой мы выступаем а я напомню мы выступаем в высшей категории fiavec lmp-1 и так lmp-1 не гибридные машины допускаются только частными командами автопроизводители обязаны выступать чемпионате на гибридных прототипах собственного производства только профессиональные пилоты допускаются в эту категорию в отличие от gtm где а половина пилотов любители а половина профессионалы дальше движемся мощность 650 700 лошадиных сил причем в нашем случае эта мощность получается с мотора объемом 2 и 4 литра в 6 с двумя турбинами ну а у наших конкурентов есть 5 литровые атмосферные моторы минимальный вес классе 833 килограмма длина машины 4,65 метра максимум ширина от 1 8 до 1 9 метра и высота не более одного метра и 5 сантиметров ну то есть это очень и очень низкие машины коробка передач семиступенчатая секвентальная с электронным управлением под рулевыми переключателями максимальная скорость ограничена цифрой 335 километров в час а еще из интересного это объем топливного бака конкретно нашего прототипа бр-1 составляет 75 литров а максимальное количество топлива которое фео разрешает использовать во время одного гоночного отрезка составляет 52,8 килограмма да именно в килограммах измеряется топливо в гонках потому что это более объективная цифра и так мой следующий собеседник егора руджев он расскажет нам о том какие переключатели кнопки есть салоне а их тут какое-то огромное количество егор ну давай начнем сначала от квадратной кнопочки сверху вниз рассказывай смотри вот это на самом деле все просто вот эта кнопка это дальний свет ближний всегда включена дальний то есть когда мы ночью начинаем ехать мы должны включить вот это дождевой дождевые сигналы то есть сзади начинает про этот красный моргать вот это обогрев окна если она начинает запотевать тоже в дождь вот эта кнопка нам нужна для начать для во время ночи потому что она заглушает подсветку всего экрана и потому что на самом деле он реально яркий когда ты едешь днем не ощущаешь но ночью он реально режет глаза и ты его уменьшаешь как на айфоне вот это на самом деле поворотники есть поворотники никогда ими не пользуемся но как бы если мы например вот как все бренки заезжаем впадок на самом деле это очень удобно то есть ты показываешь куда ты едешь да это кнопки они меняют громкость радио то есть плюс минус больше меньше все легко вот эти это просто резервные кнопки и в них пока ничего нет это стартер если на руле не работает то то используем вот этот вот это одна из топливных переключает топливную помпу как нас в топливный насос переключать нас их два один резервный один основной вот то есть разные вот это тоже есть ничего здесь нет если пусто вот эти кнопки они зарезервированы для инженеров то есть нас просят для телеметрии не очень точно знаю их точные действия и просто просит иногда нажать да вот это ресет это во время гонки если у них терять стиль метрия то это как реконект можно сказать ну во время гонки то есть это как у вас соединение bluetooth разорвано и вы заново коннектитесь вот именно то же самое а вот эти кнопки вот это тоже для инженеров то есть инженеров больше чем для нас и вот эти кнопки если честно ни разу не нажимал и могу сказать что это такое да то есть в основном эти кнопки все просят инженер вот здесь у нас это огнетушитель она бы заклеить чтобы мы точно его не нажимали пока точно не горит и все конечно вот вот эти кнопки это зажигание и power switch это вся электроника машины включается вот то есть без если эти оба офа ты не поедешь вот это резерв стартера и вот эти кнопки тоже для чего-то резерв вот это не знаю не знаю что это такое даже подписи нет и у нас она не указана то есть может это что-то новенькое вот здесь это радио и вода и вот это это просто баланс тормозов как бы написано против часовой это вперед по часовой назад ну и вот эти кнопки тоже ресеты для руля сцепление и радио вот это бутылка с водой вся эта система и здесь собственно блок питания видимо короче вот здесь вот сердце машины электронные отсюда все идет достаточно редко это в основном либо свет и яркость внимание приходилось и reset иногда вот в целом остальное не нажимается экранчик это от фиа сигнализация флагов по трассе то есть если красный флаг вывесен то у тебя будет красный если зеленый сессия просто идет у тебя здесь всегда грин когда ты он отслеживает по gps где ты едешь то есть если ты подъезжаешь к вороту где желтый флаг он все это тоже просигнализирует то есть дублирует все что происходит рядом с тобой на трассе вот это эта камера эта камера сзади вот тут она сверху расположена просто смотреть бы нам она не очень нужна потому что сзади нас никто не обгоняет да там есть она полностью да он всегда во время гонки всегда на включенной нет по регламенту должна быть в каждой машине на выносливость это больше к джетте относится потому что мы их постоянно обгоняем и они так нас проще отслеживать чем смотреть постоянно в зеркала ну естественно воздух обдув какой-никакой у нас тоже есть ну что это было достаточно интересно спасибо тебе егор я знаю что после тренировки смены пилотов тебе в комбинезоне не очень нравится так долго находиться поэтому отпускаем тебя освобождаем и у нас по плану вернее у вас что сейчас обед ужин ну вот приятного аппетита увидимся за ужином ну что вот такой наш прототип бр-1 мы постарались максимально подробно о нем рассказать если у вас остались какие-то вопросы обязательно задавайте их комментариях и в следующем видео мы постараемся на них ответить на сегодня на этом у нас все всем пока smp racing daily с вами